Всем приветики! Меня зовут Като, и сегодня я расскажу и покажу вам, как заплетать безопасные ДЕ-дреды. В первой части моего видео я рассказывала и показывала вам, как самостоятельно научиться делать вот такие вот заготовочки. Для тех, кто пропустил, ссылочку на это видео я прикрепляю внизу в описании. Ну и сегодня вторая часть, и наконец-то мы научимся их правильно заплетать. Давайте рассмотрим, какие инструменты нам сегодня будут необходимы. Начнем мы, пожалуй, с больших зажимчиков, которые нужны нам, чтобы разделять и фиксировать волосы. Также у меня здесь есть маленькие такие зажимочки, чтобы убирать маленький пушочек, маленькие прядочки. Сейчас вам покажу их действия. Конечно же, нам нужны вот эти ножнички, расчесочка. Здесь расчесочка обязательно нужна будет вот с таким вот карбоново-металлическим хвостиком, чтобы удобно было делать деление. Пульверизатор, тоже рассказывала о нем в предыдущей части. Обязательно, нам сегодня пригодится. И также нам нужны будут ниточки. По поводу ниточек хочу сказать пару слов. Не берите их, как же называется, есть и капроновые, и шелковые нити, самые обычные, хлопковые. Главное, чтобы она у вас не скользила. Сегодня у меня в гостях Саша. Сейчас мы будем заплетать Сашу. Хочу сказать пару слов о том, как выбирать все-таки цвет ваших дредиков. В идеале делайте дреды под цвет ваших натуральных волос. Если, допустим, у вас свои волосы черные, да, а вы хотите заплести блонд, то у корней волосы будут черные. Вот здесь вот будет черное приклетение. И дальше волосы будут эти цветные. Это будет выглядеть очень контрастно и не очень красиво. Если вам хочется поменять цвет, делайте их тогда дредики с переходом. Например, если бы Саша в данном случае хотела бы сделать какие-нибудь голубые, это тоже бы выглядело не очень красиво. Я бы предложила ей сделать у основания их под натуральный цвет и сделать какие-нибудь либо пряди голубые, либо сделать переходы кончики, чтобы были голубые. То есть итог корни ваших волос, ваш натуральный цвет должен совпадать с цветом дредиков. Мы будем начинать сегодня заплетение с затылочной части. Сейчас покажу, как делать первое деление. И вот здесь у нас уже видно, да, что здесь есть такой пушковый волос. И чтобы нам было проще с этим работать, я буду использовать как раз-таки пульверизатор. Буквально чуть-чуть увлажняем волосы. Когда вы будете с ними работать, волосы у вас не должны быть мокрые. Пульверизатор просто убирает вот этот пушочек, и проборы у вас получаются чище. Первый пробор у нас будет сантиметра 3 по высоте. Смотрите, здесь еще по густоте волос. Если волосы тонкие, можно поднимать его чуть выше. Мы ставим хвостик металлический карбон и ведем его по коже головы. И отделяем. Если где-то у вас с первого раза не получилось, доравниваем вот так вот по кусочечку, чтобы у нас здесь была ровная линия. Отделили ряд. Берем теперь большой зажимчик и закалываем волосы наверху. Старайтесь сделать это потуже, чтобы у вас ничего вниз не сползало. Теперь нам нужно будет порезать ниточку. Длину ниточки в среднем... Сколько у меня здесь в среднем? Сантиметров 50 получается. Если переживаете, первое время можете отрезать побольше. Отрезали ниточку, подготовили ее. Чтобы когда вы уже будете закреплять, вам уже было чем завязывать. Возвращаемся к нашим первым дрейдикам, к первому рядочку. И здесь, так как волосы на затылке у нас чаще всего не густые, чаще всего у нас здесь такой, знаете, детский пушечек еще присутствует, поэтому здесь я на первый ряд чаще всего делаю всего две дрейдинки, так как волосы у нас здесь, повторюсь, тоненькие. Делим эту секцию пополам, старайтесь, чтобы пробор у вас был по центру, и одну из прядочек подкручиваем и закалываем наверх маленьким зажимчиком. Мы берем нашу прядочку и делим ее пополам. Дальше мы берем нашу дрейдинку, заготовочку, и подкладываем ее по центру, у основания. Вот что у нас получилось. У нас две прядочки и дрейдик по центру. Мы их перекидываем друг через друга, максимально много их при этом затягиваем, чтобы у нас дрейдинка была поближе к голове. И дальше начинаем работать как бы петелечкой, то есть прядку перекидываем через дрейдинку к центру, тем самым получается петелька. То же самое проделываем с прядью, которая с левой стороны. Подводим ее снизу в центр и образуем петельку через дрейдик. Опять берем прядь, которая слева, пропускаем ее вниз в центр и делаем петельку через верх, через дрейдинку. И так каждый раз. Когда у нас остается хвостик 3-5 см, нам нужно будет добавить в наши пряди ниточку, которую мы отрезали заранее. Нитку я беру по центру, складываю ее как бы пополам и буду добавлять. То есть я добавляю в левую часть и в правую часть ниточку по центру пополам в наши прядки. И дальше продолжаю плести точно так же, только уже с ниточкой. Когда мы доплели волосы до конца, у нас остаются только длинные ниточки. И этими ниточками мы начинаем обматывать наш дрейдик по кругу, фиксируя тем самым волосы. В одну сторону обмотали, берем второй хвостик и обматываем точно так же в противоположную. Сделали оборотов по 5, затянули и завязали узелочек. Самый обычный узел. Главное, чтобы он у нас был потуже. Узелок делаем не один, а штучки 3, чтобы наверняка зафиксировать прядь. Завязали нашу ниточку и отрезаем теперь остаточки ниточки. Отрезали наш хвостик. Дрейдинка готова. Вот что у нас получается. Так как мы приплетали нашу дрейдинку по центру, сверху у нас есть еще один хвостик. Тем самым на одном креплении у нас получаются сразу две дрейдинки. Мы закончили заплетать первые два рядочка. Они у нас здесь идут параллельно друг к другу. То есть второй верхний ряд у нас получается деление идет от ушка до ушка. Итого у нас здесь получилось 5 приплетений и можно сказать 10 хвостиков. И сейчас мы будем приступать к заплетению виска. Чтобы начать заплетение виска, я буду делить сейчас волосы на секции. Как вы заметили, я убрала верхнюю часть волос, так называемую зону короны, чтобы вам было проще. Как здесь определить, как высоко можно поднимать пробор? Здесь у нас все зависит от строения вашего черепа. Вот когда у вас здесь идет плоская кость и дальше она идет на скругление, вам нужно, где еще вот плоская, поставьте расчесочку для себя, вот где у вас плоский череп заканчивается. Здесь вы будете вести свой проборчик. У всех это индивидуально в зависимости именно от строения вашей черепушки. Чтобы в работе мне не мешали волосы с затылка, я их тоже сразу уберу. То есть поделю на секции. Отделили, расчесали, закрепили, чтобы здесь нам ничего не мешало. И сейчас мы будем работать с вот этой частью на виске. Сколько же проборов нам здесь сделать? В данном случае Саше я буду вести 2 пробора. Вот так я буду делить наши волосы. Если же волосы у вас очень густые или у вас очень тонкие заготовки, вы можете сделать здесь 3 рядочка. То есть вот так 1, 2, 3 получается. Но в случае с Сашей мы будем делать 2. Отделили 2 пробора одинаковые по ширине. И теперь у нас здесь будет 1 андротина, 2, 3. Приступаем к заплетению 2 ряда на виске. И здесь вы наверняка заметили, что первый кусочек, первый рядочек, который у меня был, он идет чуть пошире, чем остальные. С чем это связано? Это связано с тем, что на краевой линии у нас волосы более тонкие. И когда вы будете делать деление, выбирайте пряди одинаковые по толщине. Пускай основание у вас будет здесь чуть-чуть шире, зато вы не дадите сильную нагрузку на эти тоненькие волосы. Давайте подытожим. Когда вы будете делать деление, учитывайте толщину ваших заготовочек. Пряди, которые вы будете приплетать, должны быть равными по толщине вашей заготовки. Если брать тоненькие пряди своих волос и вешать на нее слишком много материала, можете травмировать свои волосы. Заплели первый висок, заплетаем второй. Два височка у нас готовы. Мы заплетаем их абсолютно симметрично друг к другу. Приступаем к заплетению нашей секции. На затылке здесь деление максимально простое. Все, что нам нужно, это разделить пробор от одного височка ко второму. Заплетать такие дреды можно на волосы от 5-7 см и далее без ограничений. Можно заплетать такие дредики на длинные волосы, допустим, до талии, до попы. Здесь просто учитывайте, что жгутик, который приплетается, делается у вас подлиннее. Но ничего страшного, в этом нет. На затылке у нас волосы подлиннее, поэтому я решила вам еще раз показать сам момент приплетения. Мы берем прядочку, делим ее на две части. Берем нашу дрединку по центру и прикладываем ее у основания. Далее пряди перекрещиваем друг с другом. Перекрестили и начинаем плести жгут петелечкой. Пропустили через верх, вытащили вниз в центр. Левую прядь сначала в центр и точно так же делаем петелечку. Делали петелечку, пропустили под низ. То же самое. Левую прядь вниз в центр, дальше петелечку под низ. Левую прядь в центр, петелечку. Покажу побыстрее. Такой жгутик у нас в процессе получается. Когда у нас остается 3-5 см, мы добавляем сюда ниточку. Доплетаем до конца прядки. Доплетаем до конца и теперь закрепляем это все ниточкой. Старайтесь делать обмоточку как можно туже, чтобы зафиксировать прядочку получше. Затянули, завязали и еще раз завязали для надежности. Вот такой жгутик у нас получается. Мы закончили заплетение виска и у нас осталась последняя секция, с которой мы сейчас будем работать. Наша макушечка. Здесь деление очень простое. Первый пробор отделили. Готово. Вот такой первый пробор на макушечке у нас получается. Здесь будет 3 дрейдинги. Вот так. Раз, два и третий. Следующий пробор мы будем выводить параллельно предыдущему. Старайтесь, чтобы они у вас были одинаковыми по толщине. Мы отделили наш пробор и дальше будем делать прядочки в шахматном порядке. Раз, два, три и четыре. За счет того, что мы заплетаем в шахматном порядке, дрейдики каждый раз будут перекрывать друг друга, тем самым закрывая нам деление. Всю секцию на макушечке мы будем делить такими же проборчиками, параллельными друг к другу и заплетать будем в шахматном порядке. Носить такую прическу можно два месяца. И, кстати, о том, как их расплетать, у меня на канале есть отдельное видео. Если вам интересно, ссылочку также прикрепляю ниже. Дорогие, мы решили раз в месяц выпускать для вас видео «Вопрос-ответ». Пишите больше комментариев, самые интересные темы и вопросы попадут в выпуск. Мы закончили сегодня наше заплетение. Вот что у нас получилось. Такие вот дрейдики мы сегодня заплели. Покажи спиной. Вот как это выглядит со спины. Они у меня все-таки получились даже чуть ниже, чем по лопатке. Увлеклась немножечко процессом. Что же, дорогие, надеюсь, мое видео было для вас полезным. Большое спасибо вам за просмотр. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите больше комментариев, меняйтесь, улыбайтесь. Нормально стало? Нормально? Видно все? Поехали.